Всем привет, зрители моего канала и подписчики. Сегодня у нас с вами рубрика спасаем орхидею. Знаю, многие все-таки занимаются цветами, может кто-то меня посмотрит и напишет мне. У меня произошла такая авария с орхидеей, сейчас вам покажу ее. Не знаю, она у меня стояла вроде как и не на сквозняке. Смотрите, что произошло. Я вообще в шоке, я ее поставила под лампу, фитолампу, и это вообще не помогает никак. Она даже вот выпустила цветок. Сейчас поближе с вами посмотрим. Давайте посмотрим в итоге, что мы имеем. Я уже ее пересадила в другой горшок, я вам хочу сказать. Она была совсем в другом горшке. В итоге эта картину никак не поменяла, даже один она, вот этот цветочек, она все-таки распустила. Вот этот цветонос у нее в другом горшке, в этом я не досмотрела, а он вот буквально так, знаете, загнулся и сюда пошел. Так, сейчас включу свет еще, подождите. Давайте посмотрим. Видите, и он такой. Но это не главное, нам главное ее спасти. Вот эти, конечно же, бутоны у нее не было сил распустить. Она их засушила, один сбросила. Меня как бы это вообще не смущает. Меня смущает вот это вот. Это как вообще? Я не знаю, что это, чем это обрабатывать. Не знаю. Какое-то надо средство, наверное, купить. Вы знаете, я посмотрела девочек, вот у ее корни все вот такие вот. Мало, да, корней в таком состоянии. Меня вот это смущает, что у нее нету Тургара в листьях. Знаю, девочки, может, какие-то специалисты все-таки есть, подскажут. Я хочу, насмотрелась ТикТока, девчонки, сидела, просто было время у меня сегодня на обеде с работы. И прям вообще пиарят все открытую систему. Переводят прям, ей всего хватает. Что мне делать? Попробую ее перевести в открытую систему. Открытая система. Кто не сталкивался, это получается так. У вас любая емкость, но это желательно, чтобы стеклянная была емкость, наливается вода, она пьет сколько ей надо, вы выливаете затем воду, и она так бы и растет. То есть вы ее поливаете там раз в неделю. Она напитала вот эти корни, они стали хорошие, зеленые. Не знаю, что мне делать. Я такая, чтобы здесь по-любому. Я вообще выращиваю в закрытой системе орхидеи, но ей вообще что-то не понравилось. Горшок, скажете, большой. Я это уже другой горшок пересаживала, я пробовала. Горшок, мне кажется, здесь это не в горшке разница. Давайте попробуем теперь ее в какую-то емкость. Сейчас я найду какую-то стеклянную емкость. Так, взяла баночку обычную, сюда налила отстоянную воду. Ее сейчас буду вот так помещать, аккуратненько постараюсь, конечно, это сделать. Может, девчонки, напишите. Тут уже вот надломанный корешок. Так, мало воды, наверное, сейчас добавлю воды. Вот так выглядит, добавила водички. Корешки пусть напитаются. Я ее пыталась и обрыскивать. Скажете, опрыскивать. И вот этот опрыскивала мох. Думала, чтобы на влагу, так знаете, в себя как бы взяла. Затем янтарной тоже разбавляла листья ей. Протирала янтарной кислотой. Тоже. Немножко было получше, но все же, видите, ну, хватило у нее даже силы распустить вот этот цветочек. Вот так вот сейчас напьется водичкой. Нету смысла мне его вообще заставлять в этом горшке. Думаю, к вам такое обращение сниму. Может, кто-то посмотрит и посоветует. Да, я видела видео, многие как наращивают корни и мох, и сейчас вот эти вот такие, такое специальное, я даже не знаю, как оно называется, и не мох это сфагнум как-то. Ну, что-то другое вот. А, кокосовый субстрат какой-то, и оно прям за неделю-две дает корни. Не знаю, девчонки, подсказывайте, напишите что-то. Видите, напивается, даже корни особо так и не зеленеют, да, не темнеют. Ну, нету мне смысла держать ее в этом горшке. Вот этот лист, не знаю, удалить его или она сама его все-таки засушит. Не знаю. Буду сейчас, она вот сколько у меня побудет, буду засекать время, буквально 10 минут буду наблюдать. Может, какой-то парничок сделать. Я видела с пластиковой бутылки, девчонки помещают прям все растение вот так в бутылку с листьями, чтобы она была во влажной среде. И говорят, так быстрее она, то есть, восстанавливается. Вот в чем у меня проблема с ней. Я ужасно расстроенная. Не знаю, думаю, все-таки запишу видео, может, кто-то поможет как-то. Вот такая вот проблемка организовалась. Сейчас покажу вам. Я садила лаванду, сейчас хочу вам ее показать. Так, смотрите. У меня есть видео просто, девчонки. У меня как бы влоговый канал. И как бы немножко сумбурно снимаю. Как получается, в общем-то. Работа тоже есть. А это как хобби, так скажем. Видите, к девчонкам я обращалась и спрашивала, почему плесень. Мне писали, проветривайте. Ну вот я проветриваю. Вот как вам показать лучше. Видите, все равно есть. Я обрызгивала водой и перекисью. Все равно она немножко проскакивает. Там еще мне потом, по-моему, фитофторин как-то называется. Сейчас скажу вам. Мне написала женщина. Все мелкое вот это. А, фитоспорин. Вот я приобрела его. Когда мелкое, то есть вы сеете, вот она говорит, хорошо проливать ним. А потом только садить. Ну я уже так вторую петунью посеяла. Ну это уже на следующем видео вам покажу. Не взошла у меня петунья, взошла она плохо так. А вот эта вот лаванда я на видео показывала. Видите, уже сколько повыпускала. Немножко есть. Росточки такие. Ну тоже 35 сантиметров у меня лампа. Не знаю. Все равно тянутся они к свету. Надо было, наверное, лампу ближе устанавливать. Мне кажется, из-за этого проблема. Видите, такие росточки только начинаются. Я ее, получается, высевала. Это у меня есть видео. И в холодильник она у меня стояла. Стратификацию проходила, так скажем. И потом достала. И вот буквально когда достала. Ну она у меня с 20-го числа стояла января. Где-то я 5-го и февраля ее достала. И она начала прорастать. Вот это я довольна. Хотела вам показать, девчонки. Может кто-то сталкивался. А вот эта плесень все равно есть. Также вопросы у меня. Может кто-то сталкивался. Чтобы тоже что-то посоветовали. Воду с перекисью я разбавляла. Это не помогает. Ну на время да. А потом все равно вот такое вот происходит. И почему так вытягивается. Все-таки стоит под лампой. Ну в общем-то сегодня вот такое суббурное видео у меня. Одни вопросики к вам. Кто какой-то информацией владеет. Подскажите, напишите. Буду очень вам признательна. Поскольку очень много времени занимает найти что-то адекватное по поводу этих растений. Когда вот так вот не владеешь информацией очень плохо. Надеюсь на вашу поддержку. И что вы напишите. И что-то я смогу сделать. Чтобы орхидейка у меня все-таки осталась. Она очень красиво цветет. Какая-то там мульти, какое-то название. Я уже не помню. Но у нее маленькие цветоносы. Минимум три-два. И они такие все облепленные. Но это так было до этого. Вот такое вот сегодня видео. Спасибо за поддержку. Напишите ваши какие-то комментарии. Чтобы я понимала, что дальше делать. Все. Всем пока.